Доброе утро! С новостями к этому часу вас готовы познакомить корреспонденты ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Сегодня в Оренбурге состоится очередное десятое по счету заседание Оренбургского городского совета. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов станет наименование микрорайона, новых улиц и остановочных пунктов пассажирского транспорта. Проектам предлагается присвоить новому микрорайону название Северные ворота. Также новым переулком на территории микрорайона Ростошинские пруды, не имеющим названий, предлагается дать наименование Керченский, Таманский и Таганрогский. Улицы к югу от жилого комплекса времена года предлагается наименование Рокоссовского в честь знаменитого маршала Советского Союза. Этим же проектом решения предлагается переименовать остановку в Колос в остановку маршала Жукова в связи с тем, что магазин Колос больше не существует. Реформирование строительной отрасли обсудят сегодня в Оренбурге на заседании Круглого стола. В мероприятии планирует принять участие первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Представители органов власти, муниципалитетов, контролирующих органов и профессионального сообщества обсудят реализацию принятых изменений в сферах долевого строительства жилья, комплексного развития территорий, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. И внимание автомобилистам! Сегодня и до четверга в областном центре будет ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуют заранее спланировать свой маршрут с учетом перекрытых улиц. Ограничивается движение транспортных средств по автомобильной дороге улица 60 лет Октября в районе дома номер 7 по проспекту Гагарина. Это связано с тем, что компания Внешторг Экономстрой проводит земляные работы, занимаясь в данный момент прокладкой сети водоснабжения по улице 60 лет Октября. Сделать дорогу и привести в порядок сыгорчин необходимо до зимы, заявил губернатор Юрий Берг. На аппаратном совещании глава региона выразил недовольство состоянием пропускного пункта на границе Оренбургской области и Казахстана. По его словам, снегопады могут осложнить положение дел на КПП. Вопрос о капитальном строительстве участка дороги обсуждался накануне в профильном министерстве. Сегодня перед регионом поставлена задача сделать максимально комфортный проезд по этому участку дороги. Ямочный ремонт, ремонт щебеночного покрытия, засыпка и заделка всех просадок на асфальтном полотне. Работы должны быть завершены до декабря, а уже со следующего года на участке дороги Акбулака-Сагарчин будут проводить капитальный ремонт. На сегодняшний день разработаны проекты. Они находятся в главгосэкспертизе в Саратове. Работы будут проводиться за счет федерального бюджета. Это будет капитальный ремонт автомобильной дороги третьей технической категории с спрямлением там, где кривые не соответствуют требованиям. В общем, это будет такая мощная инженерная работа, которая затронет практически все конструктивы автомобильной дороги. Единственное, ее основные геометрические параметры не изменятся. В профильном министерстве отмечают программа 2015-го, предусматривающая строительство 38 километров новых дорог, успешно выполнена. На сегодняшний день за счет федерального и областного бюджетов ведется строительство более 9 километров дорог с твердым покрытием к 11 населенным пунктам области. Значительная часть федеральных средств, а это более 1 миллиарда рублей, направлена на строительство обхода Оренбурга. А в следующем году планируется завершение ивод первого пускового участка, и в следующем же году начнется строительство второго пускового участка этой дороги. В Оренбурге вынесли приговор бывшим членам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Это жители восточной части региона. Их удалось задержать уже за пределами страны. Накануне сотрудники управления ФСБ региона дали официальные комментарии по этому поводу. Все подробности у Анастасии Матвеевой. Заметное пятно на лбу одного из подсудимых – мозоль от усиленных молитв. По материалам уголовного дела Камиль Хусаинов не только сам был заражен идеями радикального ислама, вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ молодых людей на востоке Оренбурга. Один из тех, кто поверил Хусаинову, стоит рядом. 26-летний баужан Жексыбаев, по сообщениям ряда СМИ, даже вылетел в Сирию, чтобы участвовать в так называемой «священной войне». Эти снимки в полной амуниции с оружием в руках. В его телефоне были обнаружены специалистами. Для определения их местонахождения они были объявлены по линии Интерпол в международный розыск. Весной 2015 года они были установлены. Один находился в Германии, второй на территории Турции. В отношении обоих была проведена процедура реадмиссии, то бишь возврата на территорию Российской Федерации. В Москве они были переданы сотрудникам управления ФСБ России по Оренбургской области. Расследование уголовного дела продолжалось почти год. В результате Жексыбаева приговорили к пяти годам и девяти месяцам заключения. Его идейный вдохновитель проведет в колонии общего режима 9 лет. Председатель духовенства мусульман области утверждает, террористические организации полностью искажают религиозные учения. Например, Хусаинов заявлял, что самый страшный грех не убийство человека, а быть неверным. По мнению Муфтия, такие ложные воззрения можно навязать людям, не имеющим традиционных убеждений о любви к семье или, например, толерантности. Дать им то образование, то знание, которое естественно, нормально, правильно, традиционно, которое было испокон веков. Когда у них этого нет, они начинают в поисках этого в интернете, в соцсетях. Вот те 80%, которые ушли, это в ИГИЛ, которые, это через интернет, через соцсети. Альфид Шарипов сравнивает путь исцеления от нетрадиционного ислама с лечением от наркозависимости. Такую сложную работу духовенства сейчас ведет на востоке области. Ранее полиция Орска сообщала о 13 фактах вовлечения местных жителей в запрещенные террористические организации. Анастасия Матвеева, Владислав Грумунов. Новости дня. Еще о происшествиях. ЧП в центре Оренбурга. Накануне в первой половине дня в частном секторе прогремел взрыв, известно об одном погибшем. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Взрыв произошел около часа дня. На месте работают пожарные сотрудники аварийно-газовой службы. В целях безопасности во двор журналистов не пускают. Однако очевидцы публикуют фото с обвалившейся стеной дома. Соседи находятся в шоковом состоянии. Они подтверждают, что слышали громкий хлопок. Ни огня, ни дыма не видели. Мужчина, который находился в доме в момент взрыва, погиб. Ему было 56 лет. Такой резкий грохот и все. Стены аж пошатнулись. У вас в доме, да? Ну да, у всех. Все соседи говорят, что какая-то волна как будто. Я посмотрела в окно, думала, крыша упадет. Потом вышла, тут вот это всем пожарнику, папе позвонил и всем. Ну и потом они приехали и сказали, что погиб. По факту взрыва ведется следственная проверка. Основная версия – взрыв газового баллона. В Оренбургскую область пришли заморозки. О минусовых температурах воздуха и заморозках на почве сообщает региональный МЧС. По прогнозам, низкие температуры воздуха возможны в течение всей наступившей недели. Оренбург же находится под влиянием фронтального раздела, который отделяет холодный воздух от более теплого. Со вторника на территории области будет наблюдаться переменная облачность. Осадки выпадут только на севере и крайнем востоке области. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет понижаться. Если завтра температура будет составлять максимально плюс 3,8, то где-то к средине недели эта температура понизится уже до плюс 1, плюс 6. Ночные температуры сегодняшней ночи будут близки к нулю, а вот уже к среде примерно температура понизится и практически вся территория области уже будет в отрицательных температурах. Во второй половине недели атмосферное давление будет понижаться, а циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Дожди ожидаются также и на юге области. Температура воздуха в ночные часы немного повысится. Днем ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов. В Оренбурге выбрали асов за рулем. Восьмой конкурс профмастерства выявил лучших водителей легкового, грузового и пассажирского транспорта. Все 12 призовых мест заняли работники автотранспортных предприятий, обслуживающих общество «Газпромдобыча Оренбург». Все подробности далее. Конкурс «Как экзамен в ГИБДД» состоит из теоретической и практической частей. Ответив за компьютер на вопросы, на знания правил дорожного движения, далее конкурсанты продемонстрировали навыки вождения. Змейка, колея, параллельно парковка, бокс. При выполнении упражнений значения имели сантиметры и доли секунды. Водители команды «Газпромдобыча Оренбург» одни из лучших в области. Но к этим испытаниям они готовились дополнительно. Прошел все без ошибок, самое главное, уже не стыдно. Здесь главный секрет успеха какой? Крепкие нервы. В скоростном маневрировании соревновались также водители автобусов, газели, грузовых машин. И в этих номинациях не было равных представителям структурных подразделений и дочерних предприятий общества «Газпромдобыча Оренбург». Как и в прошлом году, они заняли весь пьедестал почета. Мастерство конкурсантов растет с каждым годом. Борьба обостряется. Но в целом я доволен. Наши ребята выставили второе место, почетное заняли. Во все времена борцы собирались, чтобы по гамбургскому счету встретиться и выяснить, кто фактически сильнейший, кто самый лучший, кто самый квалифицированный. И есть признанный лидер, за ним нужно тянуться, от него надо брать все лучшее. Работники общества «Газпромдобыча Оренбург» завоевали в общекомандном зачете серебро, золото и бронзу, соответственно, представители Оренбург «Газтранс» и автоколонны номер 1825 – дочерних предприятий общества. Победителям вручили медали, кубки и призы. Конкурс подтвердил газовики, дорожные асы. И это вполне объяснимо, ведь на предприятиях газовой отрасли большое внимание уделяет вопросам безопасности и повышению квалификации работников. Анна Золотухина, Новости дня. В галерее современного искусства в Оренбурге открыта выставка работ Сергея Фазутова. Полотна мастера хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Отличительные черта этой выставки – философские рассуждения о жизни, о мире и самом себе. Необычный картинразмер, многослойная техника, четкие линии и эмоциональный сюжет. То, что отличает Сергея Фазутова от всех мастеров кисти. Понять же философский смысл можно только вглядевшись в детали. Так, герб лицедея – это интерпретированные изображения лицемерия. Лицедеи на картине как переменчивые марионетки. Все его вещи, они как бы имеют изначально какой-то знак. И на мой взгляд, каждая картина – это определенный, ну как бы его этап жизни, или определенные события какого-то в его жизни, которая обличена и доведена до определенного знака. И на фоне этого знака он как бы разворачивает все свои эмоции, как бы всю свою, ну как бы вот информацию. По словам самого художника, он долго подбирает цвет. В итоге точные, спокойные оттенки бежевого с ярким предметом в центре. Как правило, с золотым. Эта гамма выбрана не случайно. Лучше, чем икона, никто ничего не придумал, да? Вот вроде как-то хочется там поближе, поближе. Увидеть все грани этих и других чувств автора, выраженных на холсте, теперь может каждый посетитель выставки. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.